Добрый день, коллеги. Давайте немного еще подождем дополнительных участников. Меня зовут Екатерина Штефа. Я руководитель отдела продаж и доходов Родина Гранд Отель Инспа. Меня зовут Анастасия. Я начальник отдела продаж Гранд Отель Родина Инспа. Вы можете задавать ваши вопросы в чат. В конце нашего вебинара мы на них обязательно ответим. Давайте пока еще буквально 5 минут подождем остальных участников, прежде чем сможем начать презентацию. Коллеги, давайте мы тогда начнем потихоньку. Мы рады представить вам наше новое направление. Уже часть из вас о нем слышала. Официально мы его еще не запускали. То есть у нас официальный старт, скажем так, широкого распространения. 15 августа. То есть до этого мы пока потихоньку знакомим наших партнеров с этим направлением. И, соответственно, для этого собрали здесь наш вебинар. Пригласили нашего представителя, руководителя медицинского направления, Александра Орлова, для того, чтобы он более детально рассказал про нашу миссию, вообще, что это за проект, почему он такой уникальный, почему мы хотим привлечь ваше внимание и рассказать поподробнее о нем. Александр, мы передаем вам слово. Спасибо, коллеги. Спасибо, Екатерина, Анастасия. Еще раз представлюсь. Меня зовут Александр Орлов. Я врач. Изначально моя специализация была по терапии и кардиологии, но ввиду ряда обстоятельств, которые мы сегодня также дополнительно обсудим. Мой интерес – легкое направление функциональной медицины, и мы обсудим, в том числе, почему это произошло таким образом. Я бы хотел некоторое время посвятить обсуждению трендов в современной реальности, потому что, как, наверное, все мы уже заметили, мы живем в абсолютно новой эпохе, это эпоха COVID. Мы могли бы говорить, конечно, что это пост-COVID, но по факту это все равно пост- или пре-COVID-ное обстоятельство. Поэтому в настоящий момент мы понимаем, что мир меняется, вероятнее всего, меняется безвозвратно, и, естественно, запросы наших гостей, наших пациентов, они также меняются. Каковы данные глобального института Wellness, который эвакцируется в Соединенных Штатах Америки? На данные азиатских исследований, европейских. Я бы хотел на этом кратко остановиться. На сегодняшний день люди, естественно, очень ценят свое время, как и раньше, но еще больше акцент стал на то, чтобы это время посвятить себе, своему здоровью, осознанному образу жизни и так далее. И коронавирус еще раз подчеркнул необходимость обращать на это особое внимание. И на сегодняшний день мы видим, что люди не хотят просто приезжать на отдых. Они хотят совмещать это с определенными манипуляциями, связанными с диагностикой или оздоровлением. Они прекрасно понимают, что, условно говоря, не все тренировки одинаково полезны, не вся еда одинаково полезна. И такой тренд на wellness как элемент жизни, он очевидно прослеживается. Также хотелось бы оговориться, что достаточно большую часть людей, которые это понимают, составляют люди, скажем так, интеллектуально более подкованные или более развитые, скажем так. И прежде всего, конечно же, эти люди приезжают в родину Grand Hotel and Spa. И, соответственно, поэтому наша точка локации нового медицинского направления стала именно родина Grand Hotel and Spa. О каких трендах мы можем на сегодняшний день говорить, вы можете прочитать на слайде. Хотелось бы обратить внимание на последний пункт. Это рост тревожно-депрессивных расстройств и снижение качества сна. Этот тренд был и до коронавирусной инфекции, но одним из осложнений перенесенной инфекции является именно тревожно-депрессивное расстройство как последствия именно инфекции самой по себе. Поэтому мы, учитывая этот фактор, сформировали программы таким образом и наши подходы медицинские, чтобы вот эту потребность гостей удовлетворить в максимальной степени. Но прежде чем мы перейдем к конкретике, хотелось бы некоторую вводную часть обсудить и проговорить о том, почему этим стоит заниматься и почему люди большой акцент делают на превентивную медицину и это направление. Как представлено на слайде, эта информация доступна в широких источниках. На формирование различного вида заболеваний или отклонения от нормы наибольший вклад вносит образ жизни. Как видите, порядка 50%. Если обратиться на то, какую часть в формировании именно профилактической части заболеваний вносит здравоохранение, мы видим только 5%. Мы получаем ситуацию, в которой гость, сформировав для себя новую потребность в виде необходимости не заболеть или жить качественно и долго, приходит в здравоохранение, а ему говорят о том, что вы не больны, поэтому, пожалуйста, заболейте, приходите. Если вы про профилактику или диагностику, это не сюда. Мы получаем ситуацию, в которой большое количество людей ориентировано на необходимость оздоровительных мероприятий для себя, необходимость различных диагностических или профилактических мероприятий, они не получают удовлетворения своих потребностей. И отсюда формируются такие новые направления, как, например, биохакинг. Казалось бы, по идее, этим должны заниматься врачи, но по факту оказалось, что так как здравоохранение не оказалось готово к удовлетворению этой новой потребности, некоторое количество лет назад вопросом биохакинга стали заниматься люди, совершенно не связанные с медициной. Изначально это были люди, скорее, связанные с биофизикой, или там IT-специалисты. И в дальнейшем, конечно же, эта ситуация с медициной перешла, мы поговорим об этом чуть позже. Вот что же, в чем же суть этого биохакинга, о котором сейчас все, наверное, уже говорят, и все интересуются этим направлением. Смысл в простом. Люди просто хотят разобраться в причинно-следственных связях развития заболеваний. Ну, предположим, у человека повышается давление, как самый простой пример, он хочет понять, почему, условно, год назад у него с давлением все было хорошо, а на сегодняшний день у него с давлением уже есть определенные проблемы. Или, например, человек до этого все ел и не набирал вести, а теперь вдруг стал набираться и так далее. А еще второй момент, что люди понимают, что продолжительность жизни увеличивается, а вот качества жизни как бы нет. И, ну, задайте сами себе вопрос, вы хотите дожить до 120? Ответ на этот вопрос чаще всего мы как бы получаем, да, конечно же, хотим, но только чтобы качество жизни при этом не снижалось. Так вот, вот с такими запросами люди и сформировали некое направление биохакинга, и на сегодняшний день ответом ему со стороны медицины, к сожалению, с некоторым запозданием, даже прогрессивно в этом плане странах, типа Соединенных Штатов Америки или Европы, мы получили так называемую 4П-медицину. И смысл ее как раз и заключается в том, чтобы развивать именно предиктивное и профилактическое направление, то есть не дать развиться определенным заболеваниям. Третий фактор, очень важный, который на сегодняшний день в российской медицине достаточно слабо представлен, это персонализированный подход. Мы на нем остановимся чуть позже, но смысл в том, что если вы хотите получить индивидуально для вас какую-то программу оздоровительную для лечения или диагностический подход, вероятность того, что вы это получите, ну, скажем, в обычных учреждениях здравоохранения, вероятность этого, к сожалению, не так высока. И четвертая, не менее важная составляющая, это партисипация. Как в Советском Союзе говорили, ответственность за здоровье пациента несет врач. В постсоветском пространстве говорили, что ответственность за здоровье пациента несет сам пациент. Медицина 4П предполагает, что ответственность делится между врачом и пациентом. Врач обязан донести до пациента или гостя ценность тех мероприятий, которые этот человек будет проходить, предположим, зачем ему нужно принимать те или иные препараты, зачем он проходит ту или иную диагностическую, диагностический путь и так далее, и он должен быть уверен, что его поняли, потому что мы, врачи, иногда говорим на не совсем понятном языке. И вот здесь элемент партисипации, он в достаточно большой степени гарантирует эффективность всего этого мероприятия. Опять-таки возникает вопрос, почему мы, врачи, можем говорить о том, что что-то поменялось, что мы можем обеспечивать здоровое долголетие, почему мы можем профилактировать те или иные состояния и так далее. Ответ на этот вопрос лежит в сфере доказательной медицины. Если вы посмотрите на графики, вы увидите количество публикаций, которые в сфере медицины выходят ежегодно. Ну, условно говоря, на сегодняшний день это уже порядка двух миллионов разноязычных статей, которые выходят в разных странах мира. Часть из них достаточно значительная, посвящена именно профилактической или превентивной медицине. Опять-таки вопрос, почему? Потому что на это есть большой запрос. Но если вы посмотрите на эти цифры, там 2 миллиона публикаций, о которых я сейчас сказал, и умножите это на стоимость каждой из этих публикаций, то это получат миллиарды долларов на самом-то деле. Ежегодно мировая общественность тратит на направление медицины, и часть из этого, и достаточно значительная, это профилактическая медицина. Возникает вопрос, почему? А потому что люди понимают, что болеть очень дорого. Это еще очень больно и бессмысленно. То есть, условно говоря, если, предположим, вам, не знаю, 55 лет, у вас есть яхты, дома, бизнесы и так далее, но вы при этом лежите в отделении реанимации и понимаете, что дальше воспользоваться вы этим всем не сможете, то смысла в этом никакого нет. Поэтому, естественно, отвечая на запрос людей, наука изучает различные направления, в том числе и прежде всего, например, превентивная медицина. Но если вы посмотрите профиль стран, которые в направлении медицины публикуются или проводят исследования, Россия здесь, к сожалению, ну, мягко говоря, не в топе. То есть, если мы говорим о том, какова эта самая профилактическая или функциональная медицина и насколько она нова, я встретил бы таким образом. В Соединенных Штатах и Америке уже целые институты созданы в направлении профилактической или функциональной медицины. Этим занимается Европа, этим занимается Азия. В России мы говорим о том, что сейчас мы находимся у самых истоков. И вот те направления, которые уже достаточно широко распространены в прогрессивных странах, мы и будем воплощать здесь на базе родины Grand Hotel and Spa. То есть, то, о чем я сейчас говорю и буду говорить в дальнейшем, это, скажем так, те методики или те подходы, которые уже очень хорошо себя показали в прогрессивных странах, а в нашей стране, к сожалению, это еще пока не развито, но мы приложим все усилия, все свои таланты и знания для того, чтобы это воплотить здесь. И наши российские граждане смогли также приобщиться к здоровому образу жизни. О чем нам говорят эти самые исследования и открытия ученых? Они говорят нам о том, что, скажем так, на базе генетических данных мы можем построить достаточно четкий прогноз. Если мы посмотрим на нижний график, вы увидите, что, условно говоря, есть несколько сценариев развития жизни человека с точки зрения ее качества, с точки зрения потенциального развития заболеваний и так далее. И, как вы видите, есть, условно говоря, четыре лучевых сценария. Самый неприятный красным обозначенный сценарий – это люди, у которых есть определенные генетические отклонения. А забегая вперед скажу, что мы можем эти генетические отклонения выявить в рамках, опять-таки, современных достижений науки и, соответственно, попробовать их обойти. Ну так вот, красный график – самый неприятный график, когда у человека есть определенные генетические отклонения, он живет, скажем так, не совсем качественной жизнью, и в результате эти генетические отклонения себя реализуют. Мы получаем развитие заболеваний достаточно в раннем периоде времени. Средний график, который фиолетовым обозначен, он скорее такой промежуточный, когда вроде бы отклонения генетических серьезных мы не отмечаем, но и образ жизни тоже не идеальный. И зеленый график – это когда, условно говоря, человек генетические лотереи выиграл, и еще вроде бы как и качество, вернее, свой образ жизни тоже соблюдает определенным образом, и мы можем таким образом предполагать, что развитие заболеваний или каких-то отклонений у него будет позже, чем у всех остальных. Но такая синенькая ветка, прямая, она говорит нам о том, и это основывается, опять-таки, на данных научных исследований, что мы можем, несмотря на то, каков ни был бы наш базис генетический, мы сможем этот базис обойти. Почему? Опять-таки, простой пример приведу. Выше над тем графиком, о котором я только что говорил, находится график уровня гормонального профиля. И, как видите, пик гормональной активности приходится на 25 лет. Дальше постепенно гормональная активность снижается, и, соответственно, риск развития заболеваний, такая черная неприятная кривая, соответственно, возрастает. О чем мы можем говорить? О том, что если мы выявим тельное отклонение достаточно рано, если мы изучим генетический профиль, который не меняется в течение всей жизни, если мы определим те самые слабые точки или тонкие стороны, которые потенциально могут дать развитие заболеваний, мы сможем обойти эти генетические риски, мы сможем выявить отклонение максимально рано, повлиять на них теми или иными способами и так далее. И вот здесь мы переходим к ключевому моменту, который отличает профилактическую медицину, скажем так, от медицины лечения больных. Между состоянием здоровья и состоянием болезни есть огромная серая зона. И вот этой серой зоной, к сожалению, российской медициной занимается очень мало. И, условно говоря, если человек еще не заболел, скорее всего, его никто не будет на него никак влиять. А когда он уже заболеет, это уже, к сожалению, время упущенных возможностей. Так вот, та самая функциональная медицина, она и реализует себя в тот самый момент, когда мы имеем именно функциональное отклонение. Те, которые легко поправили. А, соответственно, медицина, скажем так, ну, наверное, можно назвать ее медициной больных, она, скорее, медицина структурных изменений. То есть, когда уже, условно, случился инфаркт, уже случился сахарный диабет, уже случился гипотерез, вот тут, то тогда мы начинаем героически решать проблемы этого конкретно взятого человека. Но, естественно, никто не хочет. Ну и сам гость или пациент, прежде всего, не хочет, чтобы до этого доходил. И поэтому мы можем на сегодняшний день говорить о том, что потребность у человека в этом очень большая, и мы эту потребность можем удовлетворить в полной мере. Чуть-чуть еще остановлюсь на том, как это внутри организма происходит, чтобы тоже было простое понимание. Предположим, у нас есть некое вещество А, из которого может получиться некое вещество Б. И вот это некое вещество Б, оно как раз и гарантирует нам то самое здоровое долголетие, оно гарантирует нам то, что человек будет жить долго, счастливо, качественно и делать то, что он привык делать. Но для того, чтобы это вещество Б получить, чаще всего нам необходимо, чтобы в этой химической реакции участвовали определенные катализаторы. Чаще всего это витамины и микроэлементы, поэтому им мы уделяем достаточно большую, отводим большую роль. А еще на этот процесс могут повредить некие внешние факторы, в том числе токсины, в том числе факторы внешней среды в виде недостаточной инсоляции, избыточной инсоляции и так далее. И в результате, ну скажем так, недостаточно адекватного соотношения повреждающих и защитных факторов мы можем получить в результате, но не то самое долгожданное вещество Б, а совершенно иное вещество С, которое никаким образом со здоровым долголетием не ассоциировано. Приведу простой пример. После того, как Советский Союз, ну скажем так, распался и открылся внутренний рынок, если вы вспомните, были такие бутылочки с кефиром, с зеленой крышечкой, еще были с молоком, который с синей крышечкой, но все они были стеклянными. И вот когда открылся рынок внутренний нашей страны для пластика, все молоко и кефир перешло в пластиковую тару. На этом фоне был отмечен экспансивный рост, например, аутоиммунных заболеваний типа аутоиммунного тиреоэдита или сахарного диабета первого типа. Почему? Потому что мы получили огромное количество токсинов из-за этих пластиков в бутылке, которые никаким образом наша система детоксикации не может переварить или вывести. И таких факторов, ну скажем так, каждый день это миллионы и миллиарды. И, собственно, поэтому мы и говорим о том, что нам необходимо заниматься состоянием человека задолго до того, как разовьется то или иное состояние. Такой же пример может касаться, например, еды. То есть если мы потребляем какие-то продукты питания, которые нам генетически или каким-то иммунологическим причинам не подходят, мы получаем, по сути дела, токсичное вещество, которое, естественно, перегружает нашу систему детоксикации. Ну и так далее. Мы в результате о здоровом давлении, конечно же, не можем говорить. Но если мы диагностический поиск максимально глубоко проведем, если мы заострим внимание человека, объясним ему в рамках вот этого четвертого П, в рамках партисипации о том, зачем ему все это надо, потому что, опять-таки, человек сам с собой живет гораздо дольше, чем он общается с врачом. Если мы обеспечим ему доступ к тем или иным медицинским услугам или дадим ему некие оздоровительные мероприятия, которые он возьмет с собой в виде персональных рекомендаций по лекарственной терапии и так далее, мы получим ту самую реализацию направления функциональной и превентильной медицины, которую мы хотели бы для этого гостя обеспечить. И вот все то, о чем я только что сказал, будет реализовано на базе Grand Hotels по Родино в рамках нового медицинского центра, который мы сейчас запускаем. И вот те самые, может быть, местами прогрессивные, чрезмерные или фантастические идеи, которые вы услышали, они будут в полной мере реализованы здесь. Собственно говоря, наша миссия – это обеспечение качественного, здорового уровня жизни, так называемого здорового долголетия. То есть тут нет мелочей в этом названии. Нам нужно именно долголетие, именно здоровое. Из чего, собственно говоря, будет состоять весь процесс. Мы сейчас поговорим о составе программ. Прежде всего, хотелось бы остановиться на том, каким образом мы обеспечим, скажем так, пребывание гостей на нашей территории. Мы переводим отдельный корпус виллы Байродина и превращаем его в такой оплот здоровья, где будет располагаться медицинский блок, где будет располагаться ресторан здорового питания, и гости будут находиться там изолированно от всех остальных гостей. И мы таким образом обеспечиваем абсолютно закрытый такой комьюнити тех людей, которые приехали именно на оздоровительный процесс, именно на процесс лечения. Мы обеспечиваем доступ к лекарственным препаратам, в том числе в формате и наших процедур, и в формате нашей аптеки, которую мы также реализуем здесь на базе Розина Гранд Отель и Спа. На нашей закрытой территории, в нашем прекрасном саду мы обеспечим возможность проведения тренировок, в том числе дыхательной гимнастики, в том числе скандинавской ходьбы и так далее, для того, чтобы гости могли полный спектр оздоровительных мероприятий провести. Мы обеспечиваем возможность быть под наблюдением медицинских сотрудников, это медицинские сестры и врачи, которые опять-таки будут в рамках аккурации обеспечивать им ответ на вопросы, которые у них необходимы, и реализовывать всю ту стратегию 4П, о которой мы только что говорили. То, что касается медицинской составляющей. Мы разработали ряд медицинских программ, которые полностью удовлетворяют все те потребности, которые возникают у наших гостей, и реализуемых в рамках международных подходов, взяв наиболее серьезные, наиболее доказанные, наиболее ценностные для гостя практики со всего мира. Если что-то для наших целей было разработано, предположим, не знаю, в Китае или в Индии, и входит понятие там аюрведы или традиционной китайской медицины, мы будем это использовать во благо нашего гостя. Если есть те или иные подходы, которые используют Соединенные Штаты Америки, Германия или Франция, предположим, мы тоже это будем использовать для наших гостей. И вот все эти мероприятия вошли в состав наших медицинских программ. Как видите, на экране их пять, они преследуют разные цели. Мы сейчас на программах более подробно остановимся. Первая программа, о которой хотелось бы поговорить, это программа «Экспресс-перезагрузка». Она создана для тех наших гостей, которые, к сожалению, не могут выделить достаточное количество времени на прохождение медицинской программы, но потребность в этом у них очень большая. Почему я говорю «достаточное количество времени»? Если вспомнить стандартные санаторно-курортные программы, они составляли минимум 21 день. К сожалению, вариант, в котором люди того уровня, который приезжает в родину, приезжают на 21 день на оздоровительную программу, он существует, конечно, но, к сожалению, таких людей немного, и большинство из них не могут выделить достаточное количество времени на прохождение программы. Поэтому первая программа, о которой мы говорим, это программа «Экспресс-перезагрузка 3 дня». Каковы основные элементы этой программы? Мы разберем на ее примере, а в дальнейшем перейдем к программам более длительным. В каждую программу входит мощный диагностический блок. Наша задача в рамках того же самого биохакингового или 4P-подхода прежде всего изучить, как работает биологическая система под названием «Человек». Мы должны оценить гормональный профиль, мы должны оценить уровень витаминов, микроэлементов, мы должны оценить психоэмоциональный профиль. И все это производится в рамках первого же дня программы. Мы наладили работу таким образом, что в течение суток мы получаем ответы на все наши вопросы и можем дать максимально детальные рекомендации для гостя с точки зрения его пребывания на программе здесь и сейчас и персонализировать эту программу от каждого гостя индивидуально и дать ему рекомендации на потом. Потому что мы понимаем, конечно же, что за три дня выправить работу системы мы не способны, но тем не менее, как такие входные ворота, как первый контакт с врачом, программа «Экспресс-перезагрузка» она максимально хороша. О составе... Ну, то есть, соответственно, мы диагностический поиск с гостем провели и параллельно с этим начинаем реализовывать блок воздействия. Каждый из элементов этой программы имеет целью обеспечить эффект здесь и сейчас. И сейчас мы более подробно остановимся на этих процедурах. Но смысл вот в чем. Средняя продолжительность программы в течение дня вместе с питанием составляет около восьми часов. То есть мы берем человека и полностью погружаем его в абсолютно другой для него мир. Еще от теоретической базы наш головной мозг работает на определенных рельсах. И он, конечно же, от этого устает. То есть если каждый день, условно говоря, вы встаете в определенное время, едете в определенное место и производите определенные действия, мозгу от этого, ну, скажем, не совсем хорошо. Поэтому наша задача максимально перезагрузить его для того, чтобы усталость вот эта вот, она ушла. Что происходит обычно в формате стандартного отпуска у любого человека? Первые несколько дней человек все еще находится в режиме работы, и только потом где-то примерно к пятому дню происходит определенная перестройка, мозг начинает как-то более-менее входить в состояние отдыха, и к концу второй недели вроде бы как человек отдохнул. Это если его никто не трогает, если он действительно полноценный отпуск получает. Формат экспресс-перезагрузки позволяет нам обеспечить быстрый переход из состояния работы в состояние отдыха, и мы можем гарантировать, что трехдневная программа обеспечит отпуск, вернее, ощущение, как будто бы отпуск состоялся двухнедельно. Опять-таки для наших гостей, учитывая дефицит времени, от наиболее ценного ресурса, это очень важно. Как видите, в состав программы входят и медицинские, и СПА-услуги, и все они нацелены на одно и то же, обеспечить антистрессовое воздействие и перезагрузку. Хотелось бы становиться более подробно на некоторых из воздействий, например, озонотерапия. Тем мы понимаем, что человек, находясь в состоянии постоянного стресса, испытывает определенные изменения, в том числе перегрузку органов и систем. Так вот, озонотерапия призвана за счет активных форм кислорода обеспечить, скажем так, восстановление прежде всего энергетических станций клетки, это так называемых митохондрий. Существует так называемая митохондриальная теория старения, согласно которой клетки, в которых энергетические станции, вот эти самые митохондрии, недостаточно сильны, они не способны выдержать стрессорное воздействие, и мы получаем, предположим, острый гастрит, например, на фоне стресса или какие-то иные перестройки, считаю, что железа там страдает и так далее. Хот озонотерапия позволяет за счет краткого воздействия активной формы кислорода мобилизовать пул тех здоровых митохондрий, которые начинают размножаться внутри клеток. И таким образом мы получаем восстановление тех самых энергетических ресурсов, которые у человека потенциально существуют, но, к сожалению, на фоне постоянной работы или каких-то стрессорных воздействий эти энергетические ресурсы теряются. В дополнение к озонотерапии, мы используем так называемую гипокситерапию или оздоровление горным воздухом. Все мы прекрасно знаем, что наибольшее число долгожителей – это люди, которые живут в предгорьях или в горных районах. И мы понимаем, опять-таки, какова причинно-следственная связь того, почему люди, живущие в горах, живут дольше и качественно. Ну, кроме того, что они, наверное, не подвержены тем стрессам, которым подвержены люди, скажем так, живущие в городе, у них еще и недостаток кислорода постоянно присутствует. Так вот, введение человека на небольшой промежуток времени в состояние сниженной концентрации кислорода, так называемой гипоксии, вызывает массу положительных эффектов, в том числе обновление митохондриального пула. То есть мы таким образом энергетические ресурсы за вот эти три дня восстанавливаем в достаточной степени для того, чтобы обеспечить возобновление внутренних ресурсов человека. Что мы как результат нашей гипокситерапии получаем? Мы получаем, кроме вот того эффекта, который я сказал о митохондриальных воздействиях, еще и улучшение жирового обмена. Например, на фоне того, что мы снижаем концентрацию кислорода, метаболические процессы начинают течь гораздо быстрее. И таким образом тот самый объем жировой массы, который мы хотели бы убрать, даже за три дня пребывания получает сигнал на, скажем так, уменьшение объема. И мы получаем, кроме антистрессового и кроме эффекта восстановления внутренних ресурсов, еще и определенные эффекты с точки зрения коррекции фигуры, например. Мы улучшаем качество сна, мы улучшаем работу вегетативной нервной системы, мы повышаем стрессоустойчивость у гостей. Ну и ряд других совершенно прекрасных факторов, которые мы хотели бы получить. И все это в рамках короткой трехдневной программы. Естественно, когда мы говорим о том, что если нам дадут возможность повоздействовать на гостя дольше, мы получим более стабильный, более долгий эффект. Мы поговорим об этом чуть позже. Одним из элементов, опять-таки, антистрессового воздействия и улучшения стрессоустойчивости, нормализации сна, улучшения работы вегетативной нервной системе и так далее, является ксеноновая лечебная ингаляция. В двух словах поясню, что это такое. Ксенон – это такой лечебный газ, который используется для уменьшения уровня стресса. Предположим, человек находится в состоянии эмоционального выгорания. Он приходит к психотерапевту или к психологу, ему назначаются лекарственные препараты. Ну, предположим, транквилизаторы. Такие, может быть, сложные слова говорю, но, тем не менее, все, наверное, понимают, о чем идет речь. Так вот, с точки зрения биохимического процесса, мы, получается, что на уровень стресса, который является педалью газа, добавляем еще одновременно давление на педаль тормоза. То есть, условно говоря, вместо того, чтобы человека тормозить, мы его, вернее, как сказать, вместо того, чтобы уменьшать стрессурное воздействие, мы одновременно давим на обе педали. И таким образом, к сожалению, лекарственные препараты работают недостаточно хорошо. Или, например, антидепрессанты. По большому счету, человек продолжает давить на эту самую педаль газа, но давит это как повеселее, с большим энтузиазмом, что ли. Ксенон – один из немногих факторов, который обеспечивает возможность, так сказать, не давить на педаль газа с той интенсивностью, которая есть. Даже от одной ингаляции мы получаем переосмысление и перестройку работы головного мозга с точки зрения расстановок, принятия приоритетных решений и так далее. И опять-таки, в рамках трехдневной программы мы обеспечиваем максимально полную перезагрузку работы головного мозга. Какие еще воздействия включены в программу экспресс-перезагрузка? Одно из них – это магнитотерапия на область тазового дна. Опять-таки, люди, которые не могут позволить себе с точки зрения времени программ больше трех дней, чаще всего это люди, ведущие сидячий образ жизни, страдающие от гиподинамии. Мы обеспечиваем таким… и в результате этого происходит застой в области тазового дна. В рамках магнитотерапии на область вот этого самого тазового дна процедура очень экологична, очень эстетична и приятна. Мы обеспечиваем улучшение микроциркуляции, улучшение венозного оттока от области тазового дна. Как ни странно, улучшается и настроение. Плюс мы улучшаем венозный отток и от нижних конечностей в том числе. То есть мы таким образом обеспечиваем одновременно воздействие на многие сферы жизни человека. Если мы говорим о тех людях, у которых есть возможность подольше провести у нас, мы разработали программы длительностью 7, 10, 14 дней. Ну и, естественно, мы можем увеличивать количество дней в индивидуальном порядке. То есть если гость хочет приехать на 21 день, мы разработаем индивидуально для него программу в направлении антистресса, детокса и так далее. Так вот, хотелось бы несколько слов сказать о программе управления стрессом. Она по большому счету представляет из себя развернутую программу экспресс-перезагрузка, которая позволяет достичь более стабильных, более надежных результатов. Соответственно, в рамках этой программы проводится еще более углубленная диагностика, в том числе эмоциональной сферы. Мы обеспечиваем большее количество процедур, таким образом гарантируя человеку более стабильный, более надежный эффект. Одним из элементов программы управления стрессом является внутритканевая электростимуляция. Здесь за основу берется традиционная китайская медицина, и, соответственно, мы воздействуем на биологически активные точки при помощи электрического импульса, скажем так. Процедура достаточно широко известна, широко распространена, но мы применяем ее, скажем так, с учетом современных представлений и доказательной медицины именно по биологически активным точкам и так далее. Соответственно, когда мы говорим о том, как мы можем воздействовать на эту биологическую активную точку, как я уже сказал, мы можем воздействовать на нее электрическим током, или мы можем воздействовать на нее лекарственным препаратом. Хотелось бы на этом остановиться чуть более подробно. Наверное, не первый раз вы слышите название лайн-экотерапии, но достаточно широко применяется в Японии, и считается, что тот самый процент долгожителей среди японцев, он во многом связан именно с широким применением лайн-экотерапии. Если взять исторически, то где-то в 60-е годы российским ученым была разработана и запатентована методика использования плацентарных препаратов, которая была куплена японцами и в дальнейшем широко применялась. На сегодняшний день в Японии лайн-экотерапии можно купить чуть ли не в супермаркете, потому что, согласно государственной программе, всей страной они проходят курсы вот этой самой лайн-экотерапии. Как ты уже сказал, многие исследования говорят о том, что с высокой долей вероятности продолжительность жизни японцев, ну кроме других факторов, конечно, связана именно с применением плацентарных препаратов. Так вот, мы не используем лайн-экотерапии просто сам по себе, мы используем его именно по таргетным точкам, обеспечивая таким образом и системный эффект, который дает плацентарная терапия, и эффектно-биологически активную точку, потому что если, условно говоря, у кого-то его в то самое место, которое необходимо, эффекты антистрессовой обеспечиваются в разы больше. Мы получаем улучшение венозного оттока от головного мозга, мы получаем улучшение артериального притока, человек чувствует себя бодрее, человек чувствует силы и чувствует увеличение стрессоустойчивости, и люди, которые регулярно получают лайн-экотерапию, сами говорят о том, что мы, скажем так, можем спать меньшее количество часов, работать более эффективно и так далее. Естественно, мы проводим с ним беседы о том, что те эффекты, которые вы получаете, не стоит ими злоупотреблять, потому что, естественно, каждый наш гость – это человек, который работает, и ему хочется эти результаты, конечно, применить более широко. Естественно, в рамках программы врачи-кураторы объясняют, в чем суть вопроса, и дают детальные рекомендации, как в дальнейшем использовать те результаты, результаты, которые мы в рамках программы получаем. Естественно, сейчас, как я уже и говорил, акцент на систему детоксикации тоже очень большой, потому что все мы живем в окружающем мире, как мы уже обсудили, 50% – это факторы образа жизни, а остальные факторы, в том числе, – это экология. И мы понимаем, что на сегодняшний день количество токсинов, поступающих в организм, настолько большое по сравнению с тем, что было 100 лет назад, например, что система детоксикации с этими нагрузками не справляется. Опять-таки, наша задача в рамках программы по детоксикации – провести определенный скрининг, определенную диагностику. В том числе здесь мы отдаем очень большую часть и уделяем особое внимание работе желудочно-кишечного тракта. Мы исследуем состав кишечной микрофлоры, исследуем его максимально детально и максимально глубоко. На сегодняшний день не существует идеального исследования состава микробиота. А о ценности кишечной микрофлоры, ну, наверное, нет смысла говорить. В том числе на сегодняшний день существуют теории, которые говорят о том, что наше пищевое поведение, даже, может быть, и более широко просто поведение, определяется во многом микроорганизмами, которые живут в нашем кишечнике. Если мы говорим о количестве генов, которые есть у человека по сравнению с количеством генов, которые есть у бактерий, которые внутри нас живут, это разница, ну, по крайней мере, на шесть порядков. То есть, скорее вопрос, кто кем управляет и кто в ком живет. Например, если человек, предположим, хочет потреблять большое количество сладкого или, например, жирной пищи, вполне возможно, что это желание ему диктует его кишечный микробиот. Потому что все хотят кушать, и бактерии тоже хотят кушать. Если бактериям нравятся есть простые углеводы, то, соответственно, они выделяют определенные сигналы, определенные биологически активные вещества, которые попадают в том числе в наш головной мозг и определяют наше пищевое поведение. Поэтому понимание того, каким образом работает наш желудочный и кишечный тракт, и то, как работают, какой состав наши кишечные микробиоты, какое питание в дальнейшем обеспечить для данного конкретного гостя, на эти вопросы мы отвечаем в рамках программы по системной детоксикации. Это то, что касается диагностического блока. Отдельно хотелось бы остановиться на выборе продуктов для каждого гостя в рамках всех программ, и прежде всего в программе по системной детоксикации. Есть различные методы изучения пищевых привычек и пищевой непереносимости. Ну, условно говоря, есть всем известная аллергия, когда человек съел клубнику, у него появились какие-то высыпания на лице, покраснения и так далее. Это аллергия так называемого немедленного типа. А есть так называемая скрытая аллергия. Она связана с тем, что человек может многие годы, предположим, управлять молоко или, например, яйца, и не знать о том, что те, предположим, изменения, которые есть в его желудочно-кишечном тракте, в его иммунной системе или на коже, они связаны именно с этим продуктом. На этот вопрос нам позволяет ответить иммунологический тест. Мы взяли на вооружение американский тест компании MenoHealth, который дает максимально широкий спектр продуктов и максимально детальной информации о том, какие продукты в каком периоде человеку необходимо есть, а какие, например, необходимо включить из рациона навсегда. И таким образом мы обеспечиваем, убрав вот эти самые продукты, мы обеспечиваем нормализацию работы иммунной системы, мы разгружаем систему детоксикации, и она может гораздо более эффективно справиться с теми токсинами, которые являются реальными токсинами, вместо того, чтобы бороться с продуктами питания, которые человек потребляет и просто не знает о том, что они длинно токсичны. Когда я уже говорил о составе кишечных микробиота, какими методиками мы ее изучаем? Как я уже сказал, бактерии выделяют определенные биологически активные вещества и компоненты своих стенок в нашу систему. Мы можем взять кровь и посмотреть, какие бактерии действительно живут и активны, и взаимодействуют нашим организмом. Это так называемый метод хроматомасспектрометрии микробных маркеров. Благодаря этому мы узнаем о составе кишечных биопленок и о тех бактериях, которые и грибах, и вирусах, которые активны, которые влияют на нашу систему детоксикации и на иммунологический профиль. Также мы исследуем генетический материал наших микроорганизмов. На основе этого теста мы получаем максимально широкий спектр информации о том, какие бактерии там живут. Сопоставляя его методами, мы получаем максимально полную картину. На сегодняшний день в мире это самый точный метод исследования по крови и по генетическому материалу. Мы на основе этого можем сказать в дополнение к тесту ImmunoHealth какие продукты человеку стоит потреблять для того, чтобы у него в кишечнике росли правильные бактерии. Более того, мы можем собрать те самые здоровые бактерии, вырастить из них необходимое количество, превратить в лекарственные средства и дать человеку обратно те самые хорошие бактерии для того, чтобы он восстановил свой баланс кишечной микробиоты своими же собственными бактериями, а не чьими-то чужими, которые продаются в аптеке и так далее. Я не зря уделяю такое большое количество внимания кишечной микробиоте, потому что с точки зрения работы системы детоксикации, кишечник – это как ствол дерева. То есть мы не можем говорить о том, что наше здоровье хорошо, пока мы не наладили работу желудочно-кишечной тракты. Более того, возвращаясь к вопросу тревожно-депрессивных расстройств и, ну скажем так, системы принятия решений и так далее, наибольший процент серотонина, гормон счастья, вырабатывается в кишечнике. Если кишечник здоров, а он здоров, когда здоровые микробиоты, и когда мы правильное питание выбираем для каждого конкретного человека, мы можем говорить о том, что уровень стрессоустойчивости, работа иммунной системы, вообще работа всех систем, она будет в гораздо большей степени близка к идеалу, чем если мы это не учитывали. Когда мы говорим о методиках воздействия, мы включили в состав программы максимально широкий спектр различных воздействий, обеспечивающих улучшение работы разных органов и систем с точки зрения выведения токсина. Например, детокс-модуль Яшидом, который вошел в состав программы, обеспечивает улучшение выведения токсинов через кожу, потому что, конечно же, все прекрасно понимают, что лимфодренажная система, в ней находятся токсины, и ей нужно куда-то эти токсины выбрасывать. Мы можем выводить их через мочеводящую систему, и на это нацелены определенные лекарственные средства, которые мы будем рекомендовать нашим гостям. Но, естественно, через кожу вводится тоже большое количество токсинов, и вот тот самый прекрасный модуль Яшидом обеспечивает это самое воздействие. Мы в том числе подбираем ряд физических нагрузок, которые необходимы для наших гостей, и в рамках программы «Антистресс», и в рамках программы «Экспресс-перезагрузка», и в рамках программы «Битокс». И для тех гостей, которые уделяют этому наибольшее внимание, мы разработали программу «Идеальная форма», которая также имеет длительность 7, 10, 14, и в индивидуальном порядке большее количество дней для того, чтобы обеспечить те самые эффекты, о которых мы сейчас будем говорить. Для кого, прежде всего, сделана эта программа? Есть достаточно большое количество людей, которые увлекаются спортом, полупрофессионально в основном, условно говоря, бегают полумарафоны или марафоны, аэромейщики разного рода, там, не знаю, триатлонщики и так далее. И достаточно большое количество людей, которые занимаются бизнесом, людей, которые понимают, что спорт – это важно, профессиональные спортсмены отчасти, тоже в эту группу входят. У них есть определенная потребность в медицинской помощи. Они на самом-то деле сами до конца не знают, полезны для них те тренировки, которые они себя подвергают, или нет. И для этих людей мы разработали вот эту программу «Идеальная форма». Она, как и другие программы, содержит в себе большой диагностический комплекс, который позволяет нам ответить на вопрос, а действительно ли этот человек готов к тем тренировкам, которым он себя подвергает. Кроме того, мы сможем в рамках этой программы человека подготовить к определенным спортивным мероприятиям, предположим, сейчас, конечно, это не так актуально, но в дальнейшем послабления будут введены, границы будут открыты, и постепенно мы вернемся к тем спортивным, в том числе, мероприятиям, которые любят и посещают наши гости. Взять, например, любой из марафонов, которые проходят в Сочи, в Москве, в Санкт-Петербурге, не знаю, в Париже и так далее, десятки, сотни людей бегут регулярно, ну, и какое-то количество из них, к сожалению, теряет сознание и имеет определенное осложнение. Возникает вопрос, почему? Первостепенно это потому, что они недообследованные, мы это уже обсудили, а второй аспект – потому, что они неподготовленные. Вот в рамках этой программы мы можем обеспечить адекватную подготовку к этим мероприятиям или, наоборот, восстановление после них. И, опять-таки, одним из элементов этой программы являются инновационные медицинские разработки, в том числе разработанные компанией LPG аппарат Huber 360 с биологической обратной связью, которая позволяет одновременно в связке врач-тренер лечебной физкультуры подобрать индивидуальный профиль тренировок, плюс сам аппарат подсказывает и гостю, и тренеру, какие конкретно группы мышц необходимо тренировать, какую конкретно программу тренировок необходимо выбрать, с учетом того, что он делает. Бежит, катается на сноуборде, играет в гольф, не знаю, играет в футбол, гребет и так далее. И, опять-таки, это именно медицинский прибор, он используется для восстановления после, предположим, каких-то полученных травм или после проведенных спортивных мероприятий. Большая часть команд российской сборной оснащена, российских сборных оснащена подобными аппаратами. Если раньше это были научные разработки, то сегодняшний день в рамках трансляционной медицины мы получили это оборудование, пользование для того, чтобы обеспечить те самые эффекты, о которых я говорил, для наших гостей. И мы, находясь на передовой, эти продукты, эти направления реализуем. Последняя программа, о которой мне хотелось бы сказать, может быть, одна из самых актуальных программ на сегодняшний день. Это программа «Дышите свободно» восстановления после перенесенных инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции. Конечно же, сейчас очень многие медицинские центры создают программы восстановления после COVID. Есть российские, есть международные стандарты. Хотел бы рассказать о том, чем мы уникальны и почему гостям наша программа будет наиболее интересна. Я бы сделал здесь акцент первостепенно на диагностическом блоке, опять-таки, потому что, скажем так, коронавирус преимущественно, конечно же, поражает верхние дыхательные пути, но на сегодняшний день мы постоянно получаем апдейты данных о том, какие еще системы этот новый вирус поражают, и в том числе большое значение он имеет для, естественно, иммунной системы и для системы свертывания. Поэтому мы сделали большой акцент на диагностике работы сережисосудистой системы, системы свертывания и противосвертывания и на системы иммунологические. Опять-таки, полная иммунограмма, полная оценка коглографического спектра входит в состав программы «Дышить свободно». Когда мы говорим о методиках воздействия, как вы видите, сюда снова вошли такие методики как озонотерапия, гипокситерапия, потому что организм испытывает определенную необходимость в активных формах кислорода, в рамках иммунологической модулирующей терапии и в рамках активации тех самых метахондрий, которые страдают в ходе инфекционного процесса. Мы получаем, скажем так, иммуномодулирующий эффект за счет гипоксии и гипероксии. Если взять рекомендации, то на сегодняшний день гипокситерапия во всем мире является одним из золотых стандартов восстановления после перенесенной коронавирусной инфекции. У нас уже часть гостей прошли гипокситерапию именно после тяжелых форм коронавируса, потому что часть услуг мы уже реликуем в рамках медицинского блока «Родина Гранд Татарин СПА». Мы видим очень хорошие результаты, мы видим благодарных гостей и, соответственно, ожидаем гостей, опять-таки, на полноценные программы. Как видите, сюда входит та же плацентарная терапия, лайн-экотерапия, опять-таки, так как это иммуномодулирующий препарат, это препарат, улучшающий работу системы детоксикации, который очень сильно страдает в ходе коронавирусной инфекции. Мы знаем, что гости после определенного процента поражения легочной ткани не сразу могут восстановить свою физическую форму, поэтому, опять-таки, в рамках связки врач-куратор, тренер лечебной физкультуры и умный аппарат «Хьюбер-360» мы обеспечиваем восстановление физической активности с учетом, опять-таки, персональных данных, с учетом данных лабораторных, инструментальных методов исследования, с учетом концентрации кислорода в крови и так далее. Таким образом, мы получаем комплексный эффект воздействия, скажем так, максимально широкий, я бы сказал, на сегодняшний день в стране. Один из элементов, естественно, негаляционное введение лекарственных средств, я бы не сказал, что здесь есть что-то инновационное, кроме тех препаратов, которыми мы планируем воздействовать наши гости. Опять-таки, здесь все очень индивидуально, подбор производится врачом в рамках первичного приема, и благодаря обеспечению комплексного воздействия мы можем гарантировать быстрое и надежное восстановление после перенесенной новой коронавирусной инфекции. Хотелось бы отдельно сказать о том, что та аптека, к которой смогут обращаться гости, она будет представлена инновационными препаратами, в том числе, ну, скажем так, это не аптека, в которой вы можете купить только лекарственные средства или только биологически активные добавки. Наша система налажена таким образом, что мы можем быстро обеспечить доступ сюда тех препаратов, которые необходимы каждому гостю индивидуально, даже если какие-то препараты у нас на сегодняшний день не представлены. Плюс мы оснастим нашу аптеку широкой линейкой лечебных препаратов косметологического свойства, и таким образом мы обеспечим полный спектр. гость начинает программу здесь, в наших медицинских кабинетах и проходит дальнейший курс восстановления благодаря тем препаратам, которые он может купить здесь, чтобы ему в дальнейшем не искать их, тем более некоторые препараты уникальные, и продаются только у нас. Хотелось бы отдельно еще также остановиться на ресторане высокой диетической кухни. Опять-таки все сделано максимально комфортно для гостей. Этот ресторан находится на вилле, то есть гость может, проживая на вилле, здесь же получить питание. Питание выбирается в каждом случае индивидуально. Здесь тоже работает связка между врачом-куратором и шеф-поваром. Когда мы на основе данных иммунологического теста, на основе данных теста на кишечную микробиоту, на основе данных каких-либо целей или задач, например, по системе детоксикации или антистресса, которые мы имеем, мы подбираем индивидуально каждому гостю набор блюд, которые, естественно, преследуют все те принципы диетологии, которые на сегодняшний момент нам известны. И таким образом мы получаем максимально широкий спектр услуг, максимально комплексное воздействие на нашего гостя в суперперсонализированном подходе и с тем самым максимальным эффектом, который может на сегодняшний день дать функциональной медицине. Я достаточно много уже сказал. Я думаю, что если есть вопросы, которые, я предполагаю, что должны быть адресованы в чат, я с удовольствием на них отвечу вместе с Екатериной и Анастасией. А на сегодняшний день повествование мое я завершаю. И давайте перейдем к вопросу. Спасибо за внимание. Коллеги, мы надеемся, что рассказ Александра смог вам дать хотя бы небольшое представление о том, что мы планируем запускать, и что это действительно грандиозно. Это пока немногочислено представлено в России, и мы перенимаем все лучшие традиции и методики зарубежных стран, которые пока что являются лидерами в этом. И объединяем это все с нашим персональным уровнем гостеприимства, нашего безупречного сервиса. Соответственно, планируем представить вам в ближайшее время этот уникальный продукт. Продажи этих программ уже открыты. Вы можете посмотреть все открытые тарифы, описания на нашем официальном сайте. Там же у нас появился дополнительный раздел Medical Spa, где вся эта информация, которую Александр вам сейчас рассказал подробно, представлена в кратком виде. Соответственно, по ценообразованию вопросы вы, в принципе, уже можете все проработать. По вопросам договорной работы. Перед вами наши контакты. Вы можете направить ваш допрос, и мы с вами свяжемся в течение 24 часов, отправим вам всю необходимую информацию по договору. Мы работаем как агентский, так и на этот договор. Мы также продублируем эту презентацию, направим всем участникам ссылку на запись этого вебинара и направим информационное письмо, где как раз указаны все условия сотрудничества, все правила предоставления услуг в нашем отеле. И, соответственно, можем уже начать заключаться, уже начать продавать на будущие периоды. Заезды у нас сейчас по программам, возможно, с 1 сентября. Но с 1 сентября у нас корпус вилла будет также принимать гостей, которые проживают по стандартным тарифам, то есть не включающим медицину. А с 1 октября корпус вилла у нас полностью перейдет под так называемую виллу здоровья. То есть там под корпус эксклюзивно практикующий программы превентивной медицины, о которых вам Александр сейчас рассказал. Соответственно, мы будем очень рады получить от вас какие-то дополнительные вопросы, если они у вас остались, и вы не смогли их задать сейчас здесь, по всем удобным каналам связи, которые сейчас перед вами. Большое вам спасибо за участие. Хотелось бы добавить, что мы работаем без НДС и как санаторно-курортное направление. То есть это тоже такой основной момент. Спасибо, коллеги, вам большое. Остаемся с вами на связи и ждем вас в гости в родине. Да, хорошего вам дня.